Давайте теперь на примере обсудим, как могли бы быть организованы таблицы виртуальных методов. Пусть у базового класса Person объявлено два виртуальных метода. Это виртуальный деструктор и чистый виртуальный метод Occupation. Напомню, что виртуальный деструктор необходим в тех случаях, когда мы предполагаем, что от данного класса можно будет наследоваться, и далее работать с объектами производных классов полиморфно, то есть через укататели на базовый класс. Если в таком случае мы не объявим деструктор базового класса как виртуальный, то при удалении объекта производного класса через указатель на базовый класс всегда будет вызываться деструктор базового класса вместо соответствующего деструктора производного класса, что может привести к утечкам некорректной работы программы. В принципе, такой код является некорректным, потому что у нас в какой-то момент создается объект производного класса, а удаляется только его часть, соответствующая базовому классу. Соответственно, если мы описываем ТВ-класс, от которого можно наследовать и потом работать с его наследниками полиморфно, то мы обязаны объявить деструктор этого класса как виртуальный. На практике это почти всегда означает, что если вы определили хотя бы одну виртуальную функцию, то вы должны объявить и деструктор виртуально. Это такое правило, к которому надо привыкнуть и довести его до автомата. Давайте посмотрим, как для такого класса могла быть реализована таблица виртуальных методов. Так как у класса Person всего два виртуальных метода, метод Name не является виртуальным, то в такой таблице было бы всего две ячейки. В первой хранился бы адрес деструктора класса Person, то есть какой-то конкретный адрес, который соответствует адресу этого деструктора. А второй ячейки, который соответствует чистому виртуальному методу Occupation, мы бы записали 0. Почему? Ну потому что этот метод является чистым виртуальным, то есть у него не существует реализации для данного класса. Поэтому нет адреса какого-то метода, который можно было сюда записать, и мы укажем здесь 0. Посмотрим, что происходит с производными классами. Пусть у нас есть некоторый производный класс Student, и у этого класса Student мы переопределим метод Occupation и добавим еще один виртуальный метод Group, который соответствует номеру группы студентов. Посмотрим, какая таблица будет соответствовать классу Student. Первые две ячейки этой таблицы будут соответствовать ячейкам из таблицы класса Person. В первой будет записан адрес деструктора, в данном случае уже адрес деструктора класса Student. При этом это произойдет несмотря на то, что мы деструктор класса Student не описали явно. То есть его сгенерирует компилятор и запишет этот соответствующий адрес в таблицу виртуальных методов, соответствующий классу Student. Во второй ячейке будет указан адрес, соответствующий реализации метода Occupation. В данном случае это уже не нулевой адрес. Так мы определили этот метод в классе Student, то у него уже есть адрес, который можно записать в таблицу виртуальных методов. И будет еще третья ячейка, которая будет соответствовать новому виртуальному методу, который объявлен уже непосредственно в классе Student. То есть этот метод будет виртуальным для класса Student и для всех его наследников. Так как этот метод не является чисто виртуальным, то у него тоже есть какой-то адрес, то есть вот есть реализация, и соответственно у этой реализации есть какой-то адрес. Отмечу, что синтаксически метод Occupation в классе Student объявлен как невиртуальный. Но он является виртуальным, потому что в базовом классе есть объявление этого метода как виртуальный. Но в принципе мы могли бы дописать все слово Virtual, это бы ничего не изменилось, то есть невиртуальным этот метод бы не стал, но слово Virtual перед методом Occupation уже в производном классе писать не обязательно. Хотя можно, ничего не изменится. Еще одно замечание, что конечно же то, что я вам рассказываю, в данном случае это некоторое упрощение. На практике есть много всяких технических тонкостей, в том числе, например, я сказал, что в ячейку, которая соответствует чистому виртуальному методу Occupation, будет записан 0, ну это даже в некотором смысле объяснило бы вот это мнемоническое обозначение для чистых виртуальных методов. То, что мы пишем, что метод равен 0, это соответствует 0 в соответствующей ячейке в таблице виртуальных методов. Так вот на практике сюда записывают не 0, а адрес функции обработчика. То есть в том случае, если мы вызываем чистый виртуальный метод, как это сделать, это задача над размышлением. В действительности компиляторам не позволят это сделать напрямую. Но это можно сделать. Соответственно, если вы вызываете чистый виртуальный метод, то вместо падения, segmentation fold, будет вызвана функция обработчик, и в принципе это даже можно обработать. То есть в вашем коде вы можете как-то обработать, там будет выброшено некоторое специальное исключение. Но это уже все тонкости и довольно сложные материи, поэтому на некотором базовом уровне можно представлять, что все устроено так, как я вам описал. То есть там действительно записан нулевой указатель, и если мы пытаемся каким-то образом опосредованно обратиться к нему, то это приведет к падению программы. Продолжение следует...